А в Тернопольской области радикалы штурмуют не административные здания, а храмы. При этом участники беспорядков очень похожи. Это молодые люди, лица которых закрыты масками. Они захватили церковь московского патриархата, избили священников и прихожан, в основном женщин и стариков. Подобные события уже стали на Украине пугающей повседневностью. И об этом репортаж нашего корреспондента Юлия Ольховская. Пусти, я мне это не сказала! Пусти! Пускай! Пускай! Эмоции на пределе. Прихожане пытаются пробиться. К храму, который окружили люди в балаклавах и камуфляжной форме, с нашивками запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор». Все происходит в селе Катериновка Тернопольской области. Милиция, как обычно в конфликтах с участием радикалов, бездействует. И все заканчивается потасовкой. В Украинской православной церкви московского патриархата это назвали рейдерским захватом храма. И особенно священнослужители возмущают тот факт, что произвол радикалов происходил при содействии представителей областной администрации. Позже им начали помогать и сотрудники правоохранительных органов. Заблокировали вход в церковь. К сожалению, им пригодили путь не только сторонники так называемого Киевского патриархата, но и милиция, и правый сектор, и даже были представители, как нам говорят, батальона Тернополь. В результате вот такой потасовки 15 человек было избито, причем двое из них до сих пор находятся в больнице с тяжелыми такими увечьями. По словам владыки Антония, пострадавшие не видят смысла, да и боятся обращаться в милицию. Им теперь угрожают националисты из правого сектора. Ходят по домам, бьют стекла. Митрополит Киевский Ануфрий написал письмо президенту Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию в Тернопольской области и не допускать подобного в других украинских регионах. В письме к Порошенко блаженнейший владыка подчеркнул недопустимый силовых методов решения религиозных конфликтов, а также участия в этих конфликтах радикальных сил. По данным представителей Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, только за последний год радикалы захватили на Украине около 30 храмов, в основном на Западе. Их передают в пользование священникам Киевского Патриархата. Так было и в селе Колосово, даже несмотря на то, что прихожане Московского Патриархата защитили свое право на церковь в суде. Но радикальные методы на Украине сильнее закона. Зимой из храма под Тернополем священников и прихожан решили в буквальном смысле слова выбить. Недавно в селе Башуки, той же Тернопольской области, радикалы повесили на двери храма Московского Патриархата замок и никого не впускали. А это видео снято уже в самом центре украинской столицы. Священник Киевского Патриархата при поддержке людей в камуфляжной форме требует демонтировать стойку с иконами. Лики святых ни при чем, просто рядом были замечены прихожане Московского Патриархата. В итоге люди в футболках с надписью «Спецназ» при поддержке прохожих сняли иконы и разломали молитвенный домик. Все эти неадекватные действия, они не вкладываются ни в какое разумное начало, то, что происходит. Это полный беспредел. И более того, из-под воль этому способствует власть. Захваты храмов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата начались практически сразу после Майдана. Радикалы угрожали священникам, обвиняли их в связях с антимайдановцами. Прокуратура на основе этих обвинений возбуждала уголовные дела. Многие служители церкви, опасаясь за безопасность, свою и членов семьи покинули Украину. Уехать из страны вынужден был и бывший секретарь Одесской епархии Андрей Новиков. После того, как его вызвали на допрос в СБУ, обвинили в пособничестве сепаратизму и потребовали раскрыть, о чем одесситы, повзреваемые в поддержке местного антимайдана, говорили на исповедях. Сейчас отец Андрей живет в Москве, но поддерживает связь с украинскими священниками. По их словам, на службах в храмах Московского Патриархата теперь присутствуют доносчики. Хотя новая власть позиционирует себя как борец с советским наследием, но самые худшие большевистские методы взяты на вооружение. Поэтому в храмах стоят специальные агенты, и даже мне говорят, что они видны среди народа, которые записывают проповеди священников с целью политических обвинений и борьбы. То, что происходит сейчас на Украине, отец Андрей называет целенаправленным уничтожением канонической церкви. И самое страшное, по его мнению, что руководители страны на это никак не реагируют.